Силовики опасаются начала разборок между людьми Гули и местным законником Адой Зугдитским. Вор в законе Надир Салифов, Гули, принялся осваивать Прибалтику. Представители местной азербайджанской диаспоры стали жаловаться на приходящих от его имени людей, которые предлагают им покровительство. В противном случае, по их словам, ни в Прибалтике, ни в любой другой точке мира им никто не поможет в случае проблем, которые могут возникнуть у особо несговорчивых. Сотрудники спецслужб полагают, что такое активное начало передела не останется без внимания группировок, давно контролирующих рынок. Главной фигурой, способной противостоять Гули, называется вор в законе Зурав Шамугия, известный как Ада Зугдитский. Шамугия обладает определенным влиянием в Латвии. Отмотав здесь в 2000х2 своих последних срока, этот выходец из Грузии решил осесть в этой европейской стране. Его вес в регионе особенно вырос после убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова. Некоторые даже считают его вором один в Прибалтике. Тем более, что до настоящего времени он успешно боролся с пришлыми ворами и авторитетами, также желающими обосноваться в одной из этих постсоветских стран. В частности, сообщается, что он смог осадить беспредельничающего в Риге законника Джималф Микеладзе, Джема, который в конце прошлого года начал выяснить отношения с подконтрольными Аду Зугдитскому автомобильными ворами и коммерсантами. В конечном счете Джема пришлось покинуть страну, так как ему дали понять, что на него имеется заказ из России исполнить, который смогла бы связанная с Шамугией чеченская группировка. Их конкурентами на поле заказных убийств выступала и бригада Геннадия Валягина, длинный, но опера все же больше склонялись в сторону чеченцев, в рядах которых в последнее время наблюдается высокая активность. Как говорят в полиции безопасности, скорее всего, бригаде Валягина сейчас не до Джема, так как там произошел раскол внутри группировки на тему растраты общака. Исходя из этого можно предположить, что именно Шамугия наперевес с чеченской группировкой и станут главными борцами с распространяющейся активностью Гули. Однако, будучи наслышанными о Гули, местные правоохранители этого большего всего и опасаются, ведь законник действительно всерьез нацелился на Прибалтику, что он сделает все возможные, чтобы добиться своего, а значит, полицию ждут веселые времена. Кроме того, помимо контроля местных коммерсантов, Прибалтика может стать для Гули неким плацдармом для дальнейшего расширения его влияния и нанесения нового удара по его врагам в Москве и в Европе. Продолжение следует...